Спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица. Это все про ветерана войны Веру Павловну Грачеву. В канун праздника Победы женщину, которая прошла всю войну и не потеряла жизнелюбия и оптимизма, поздравил глава города. Немцы летели, знаете, по три самолета, вот летит за ним вторая, третья тройка, четвертая тройка, без конца они летели на Киев. Но мы своевременно сообщили о их полетах, и им не пришлось бомбить Киев. Она старше войны всего лишь на 19 лет. В этом юном возрасте Вера Павловна и попала на фронт. В далеких 40-х, будучи хрупкой девушкой, она спасла сотни и даже тысячи жизней. Вместе с боевыми подругами в составе 101-го батальона воздушного наблюдения она отслеживала немецкие самолеты и мгновенно сообщала в штаб о готовящихся налетах. Война заставила побывать на Украине, в Белоруссии и даже Польше. Женщина вспоминает, бывало всякое, ведь у войны действительно не женское лицо. Сильные воспоминания о том, что мне примерзли ноги к сапогам, разрезали, не могли снять. Вот такие сильные. Тяжело, девочки, было. Тяжело. С каждым годом военный подвиг ветеранов все дальше от нас, а самих героев остается все меньше. Тех, кто прошел войну и отстоял свободу страны, глава города поздравил лично. Там я рядышком с командиром взвода сижу. Через одного. Командир взвода вот сидит. Ветеранам дарят подарки, желают счастья и главное здоровья. Герои войны благодарят и отвечают. Главное – внимание. И не только в праздник. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика.